Я проснулась сегодня в 4.30 утра, чтобы успеть накраситься, приехать сюда на Ленинградский вокзал. И мы сегодня отправляемся в город Санкт-Петербург. Отсюда в 6.30 утра мы готовы к съемке и готовы к поездке. В этом небольшом видео я расскажу о том, как можно добраться в город Санкт-Петербург. И сегодня мы поедем на Сапсане. Отправляемся с Ленинградского вокзала, хотя в билете указана Москва-Окт. Но Октябрьского вокзала в Москве нет. Зато есть Октябрьская железная дорога, которая как раз и идет в Ленинградскую область. В общем, дорога Октябрьская, вокзал Ленинградский, город Санкт-Петербург. Поехали! Мы собирались не так долго, решили купить билеты в полночь. Поспали 4 часа и приехали. Такое можно позволить себе зимой, а вот летом, летом билеты нужно покупать очень заранее, потому что за 6 часов до поезда их уже не будет точно. В общем-то, Ленинградский вокзал довольно простой и понятный. Заходишь и идешь прямо насквозь вокзала и как раз выйдешь к платформам. На вокзале повсюду табло, поэтому несложно найти платформу, с которой отправляется поезд. Ой, интересно, первый раз вижу, чтобы на российском вокзале все было написано на китайском. Не пугайтесь на вход в вокзал и на вход к поездам Сапсан контроль. Все для нашей безопасности. А вот и Сапсанчик в таком же поезде, поедем и мы. На всех вокзалах, откуда отправляется Сапсан, и вот платформа, на которой стоят эти поезда, она немножечко в стороне находится, потому что это новая платформа, и она выше, чем обычная. А поезд получается такой, как будто бы где-то там внизу стоит. В 7 утра на вокзале в это время, практически час пик, практически одновременно сразу два поезда отправляются. Один в 6.50, второй в 7 часов, на котором как раз едем мы. В общем, такой здесь, такая движуха здесь на регистратском вокзале в это время. В поезде тепло, поэтому можно раздеться и оставить свои вещи вот в таком гардеробе. Здесь есть вешалка. Здесь и наш экипаж. Под руководством начальника боя на Сергея Черны. Рады приветствовать вас на борту Высокоскоростного боя на Сапсан номер 736. Под исследованием скорость нашего поезда будет достигать 250 км в час. Здесь есть развороты на китайском языке. Сапсан достаточно ориентирован на китайских туристов. И китайские туристы, в общем-то, одни из самых, наверное, многочисленных путешественников, которых можно увидеть в Петербурге. Особенно это заметно летом. Вот сейчас зимой не так много, но, тем не менее, в журналах есть развороты на китайском языке. Не хотите читать журнал и пропускать пейзажи за окном? Электронная библиотека MyBook запустила новый проект «Звуки слов». Это аудиокниги по подписке. И сейчас у меня есть возможность подарить вам бесплатную подписку на две недели. Ссылка с промокодом в описании под роликом. Действительно, только до конца февраля. Переходите скорее по ссылке, регистрируйтесь и получите промокод на электронную почту. И не забудьте активировать его в специальном разделе на сайте «Звуки слов». Важно успеть до конца февраля. Ссылка для активации тоже в описании. А еще можно скачать приложения для iOS или Android и слушать книги, в том числе офлайн, например, в поезде. Сапсан – это скоростной поезд. Он позволяет добраться из Москвы в Петербург за 4 часа. Но вообще, конечно, вариантов попасть в северную столицу несколько. Самый бюджетный – это отправляться ночным поездом. Плацкарт стоит зимой где-то рублей 800. Летом, конечно, цены другие, надо смотреть заранее. Если вы хотите сэкономить, то билеты лучше покупать за 60-90 дней. Если вы соберетесь ехать куда-либо на Сапсане, то посмотрите, какие скидки действуют. Например, именинникам дается скидка в 50% в день рождения самому имениннику и плюс трем его друзьям. Еще, если вы покупаете билеты туда-обратно, то обратный билет может стоить на 20% дешевле. Причем этот вариант можно оформить в интернете, а в случае с именинниками нужно идти на вокзал, и только там есть возможность оформить такой билет. Когда едешь в Сапсане, то ощущение, как будто ты попал в какую-то другую Россию. Это вам не плацкарты с такими топчащими ногами. Здесь все очень комфортно, удобно, и все очень клиента-ориентированно, как любит говорить мой муж. Например, есть разные вагоны для перевозки животных, для перевозки детей. Ну, детей и животных перевозят в разных вагонах. Если у вас и то, и другое, не знаю, как быть, но есть отдельные вагоны, где можно, сейчас скажу, перемещаться со своими питомцами, и меня опять неправильно поймут. Но я надеюсь, что вы все-таки поняли, о чем я говорю. Есть удобные места для людей, которые перемещаются на инвалидных колясках, что тоже важно в путешествиях по стране. У нас 15-16 место, и из Москвы в Петербург мы едем спиной. Не знаю, во всех вагонах так или нет, но вот такое наблюдение. Сидения в Сапсане откидываются не совсем обычно. Когда вы меняете угол наклона, вы, во-первых, не мешаете тем, кто сидит сзади. Сидение просто выезжает, нужно вот силой своего тела немножечко его выдвинуть вперед. Ну, и задвинуть назад, если вы хотите сделать обратную операцию. У каждого пассажира есть свой журнал, есть такой вот каталог товаров, который можно купить в процессе поездки. Пакетик для мусора небольшой и наушники, чтобы слушать то, что показывают по телевизору, установленному в вагоне. Уже очень хочется поесть, поэтому ищем еду, отправляемся в вагон. Не ресторан, а вагон-бестро. В Сапсан совсем не обязательно брать свою курочку и яички. Здесь предлагают сэндвичи, можно взять кофе, его варят. Капучино, эспрессо и лунго предлагает этот поезд. Это не мое. Довольно дорого завтракать в вагоне-бестро. У нас получилось 900 рублей. Мы заказали английский завтрак. Там была яичница, колбаски, бекончик, фасоль. В общем, такой сытный завтрак. И сэндвич с курицей. Еще кофе, черный чай. Ну, в общем-то, с другой стороны, надо понимать, что мы в поезде. Поэтому, может быть, и нормально. Стоянка поезда на станциях промежуточных всего одна минута. Поэтому нужно быстро действовать, если вдруг вы едете не до Санкт-Петербурга. На Сапсане мы едем бесплатно, потому что мы участники программы РЖД Бонус. Снега-то побольше уже здесь. Нам удалось вместе с мужем снова накопить достаточное количество баллов, чтобы купить билеты и в Петербург, и обратно в Москву за вот эти вот бонусы. Мы уже пользовались вот этой программой лояльности. И однажды возвращались из Альлера в Москву за бонусные баллы. Это было примерно полтора года назад. В общем-то, за полтора года нам удалось накопить достаточное количество баллов, чтобы снова воспользоваться возможностью бесплатно взять билеты. Ну, здравствуй, Питер! Хороший поезд, скорый, быстрый, очень удобный Но единственный минус, это, конечно, стоимость билетов Правда, мы не ощутили, потому что покупали за бонусные баллы в наши билетики А вы подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на Инстаграм и группу ВКонтакте Все ссылочки найдете в описании, мы сможем пошли гулять Пока! Здесь летают повсюду чайки И вот одна из них села к нам на окошко Хочет пробраться в наш номер Да, 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 да Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok